всем привет с вами снова я алена блин и вы смотрите очередной выпуск новостей алена блин говорит ну что осенние холода в самом разгаре все болеют а я вот бодрая сижу в студии и готова обсуждать все новости которые произошли в мире шоу-бизнеса за эту неделю не унывайте не болейте и давайте же скорее обсудим все что у нас случилось на этой неделе а начнем из концерта памяти юры шатунова который на этой неделе все же состоялся в москве несмотря на угрозы смерти от продюсера ласкового мая андрея разина порчи от звездного экстрасенса джуны который грозил всем разин не побоялись татьяна буланова лариса долина люся чеботина ваня дмитриенко николай басков и шаман который спел песню и снова седая ночь а самое главное что на концерт приехала вся семья юры а его дети впервые вышли на сцену чтобы вместе с шаманом спеть песню на бис его сын дэннис поблагодарил всех артистов со сцены и организаторов вы только посмотрите прямо копия ну расскажи мне понравился тоже концерт потому что все кишли все такие очень прикольные и все бы хорошо но нечистая сила в лице андрея разина все никак не сдается на этот раз продюсер заявил что трибьют юры приговорен высшими силами и что теперь каждую пятницу он будет проклинать всех артистов вышедших на сцену все их семьи бабушек родителей даже детей своих соцсетях разин даже предложил подписчикам угадывать с кем на этой неделе должна произойти беда и напоследок назвал всех ничтожествами этот кошмар будет продолжаться многие месяца нам надо выдержать и вы будете угадывать этих людей жизнь кто мог их родить кто мог это ничтожество родить который вышло на этот концерт хорошо что хоть в этот раз без сатанистов обошлось и дьявола я уже третью неделю прошу кого-нибудь но вызовите санитаров разину пока не дошло до ритуалов или участие в битве экстрасенсов а я уже даже не удивлюсь если через год разин появится в этом шоу вместе с духом усопшего юры шатунова слушайте хэллоуин же скоро я пожалуй приду в костюме разина он пострашнее любого зомби будет а мы переходим к следующей новости как вы все знаете уже две недели как обострился конфликт между израилем и палестиной и сейчас обе стороны теряют мирное население при бомбежках прошлом выпуске я рассказывала как наши звезды релаканты и инагенты клялись верности израилю объявляли о своей готовности идти на фронт и обещали никуда не уезжать в частности и на агент максим галкин заявил что они с семьей останутся в стране несмотря на боевые действия и вместе с алой пугачевой будут поддерживать израильтян ведь тем из них кто говорит по-русски важно присутствие примадонны и юмориста максим даже обещал пойти сдавать кровь на помощь раненым если это будет необходимо эти громкие речи были на прошлой неделе она этой галкин объявил о своем новом европейском туре который стартует ближайшие дни вот вы сейчас сидите и смотрите этот выпуск а юморист уже на кипре а завтра будет в польше и график у него расписан аж до марта 2024 года даже на бале в январе поедет зачитывать стендапы про политику а мне интересно раз после начала своего все выступления галкина превратились в шутки про войну и обсирание россии что он будет делать сейчас о чем шутить еще возникает вопрос а где все это время пока глава семейства зарабатывает на политическом юморе будут находиться алла пугачева с детьми бомбоубежище оставить семью вместе куда в любой момент не дай бог прилетит снаряд лучше уж пусть пугачева возвращается с лизой гарри свою родную деревню грязь в родной замок где можно будет тихо встретить новый год порезать салатики а ведь давно ходили слухи о том что алла хочет вернуться домой об этом говорили ее друзья которые с ней переписываются в одном из выпусков я рассказывала как ее бывший стилист джордж роулс заявил что пугачева написала ему sms текстом всему свое время вот что он сказал вернется обязательно она родину не продала так может быть настало время и нам ждать самолет с аллой и детьми думаю что скоро мы все узнаем а мы продолжаем на этой неделе всех потрясли страшные новости приемный сын режиссера и музыканта стаса нами на роман убил своего сводного брата артема и бабушку тещу артиста все произошло в загородном коттедже куда по данным сми приехал роман чтобы помочь бабушки и сначала все было хорошо но вечером родственники начали критиковать неработающего романа и он употребил запрещенные вещества видимо не понимая что делает он напал на бабушку с молотком а потом позвонил младшему брату артему когда тут приехал брат был с ножом в руках после двойного убийства роман сам во всем сознался и вызвал полицию что же происходило в семье стаса нами на все это время роман сын бывшие жены артиста галины с которой они развелись 2015 году нами усыновил ребенка жены а после у них родился сын артем но с романом стас перестал общаться уже много лет опять же из-за его образа жизни он всегда был отморозком и мерзким человеком я с ним много лет не общаюсь так как он всегда был недостойным и низким сказал артист в пресс-службе центра стаса нами на также рассказали что с детства роман отличался жестокостью он уже был судим и увлекался азартными играми и приемом запрещенных веществ а вот артем убитый братом родной сын нами на был образованным и добрым и в силу своей доброты не прерывал общение с романом страшно представить что вещества и алкоголь делают с людьми а сколько таких ходит по москве иной раз вечером на улицу боишься выйти если у ваших родственников не дай бог возникнут проблемы запрещенкой срочно везите их в реабилитационный центр благо сейчас их очень много чтобы не дошло до таких страшных и кровавых трагедий а мы переходим к следующей новости там у нас светлана лобода которую адски захейтили за участие в корпоративе в дубае где она пела естественно что твои глаза такие чистые как небо а дело было так света выступила на дне рождения некой кристины в роскошной обстановке в пятизвездочном отеле булгари провести там одну ночь на минуточку стоит от 170 тысяч рублей то есть это кристина явно не знает нужды в деньгах шоу вел русский ведущий александр белов то есть догадаться на каком языке говорили гости совсем не трудно сет листе лобода оказался весь перечень ее российских хитов и текила любовь и 40 градусов и суперзвезда только моей любимой я революция не было но думаю за песню с таким текстом свету бы выгнали еще из дубая как вы понимаете за все это на родине лободу по головке не погладили мол выступая для русских с русскими песнями долой такую украинскую певицу поэтому что правильно пришлось оправдываться как заявил менеджер светланы заказчицей выступления то есть видимо этой самой кристиной было гражданка казахстана а ну тогда ладно тогда можно и трек-лист формируется из любимых песен заказчика конечно откуда в казахстане знают новые песни лободы на мове давайте нам твои глаза какое без них застолье в общем оправдание менеджера еще больше усугубили ситуацию бедная света и там не так и тут не так а семью кормить как-то надо мне уже начинает казаться что лободу проклял андрей разин вы проверьте точно на случайно где-нибудь в караоке шали березка не спела седую ночь короче по ходу дубай стал пристанищем не только для россиян но и для украинских артистов ждем теперь там макса барских веру брежневу и всех остальных кому по-русски петь запретили а других вариантов собственно и нет но мы двигаемся дальше и там у нас скандал с братьями запашными который дошел уже даже до депутатов после неоднозначного видео на котором дрессировщики стреляют в тигров из водомета их вызвали в госдуму чтобы объяснить свой поступок кроме того зоозащитники добились того чтобы в думу внесли законопроект о запрете цирков животными что произошло 11 октября и вот теперь начинается война запашных уже не с тиграми а с депутатами после этого братья записали целый ролик в котором показали видео целиком оказывается виновник всей заварушки тигр джастин который люто ненавидит других самцов во время репетиции он набросился на другого тигра и чуть его не убил а потом переключился на других животных и самих дрессировщиков по словам запашных водометами они пытались разнять тигров а потом успокоить их от смутьяна джастина прикрывали остальных буквально своим телом сама драка тигров по словам аскольда запашного длилась 20 секунд а то самое видео которое идет 6 минут нарезали недоброжелатели которые как я уже говорила хотят сделать политическую карьеру потопив запашных интересно как там дела у джастина который устроил драку и так подставил своих хозяев а его как утверждают братья они не наказали только объяснили что драться нехорошо интересно как объяснили тем не менее законопроект уже внесен и сейчас находится на рассмотрении а вы пишите в комментариях что думаете о цирках животными вы за или против а мы переходим к следующей новости и там у нас валерий меладзе который выдал замуж свою старшую дочь церемония прошла в грузии инга меладзе вышла замуж за фотографа никиту бережного за микрофоном естественно стоял папа и главной песней свадьбы стала девушка из высшего общества а интересно тут еще вот что среди гостей не оказалось ни жены валерия альбина джанабаева и не его брата константина который недавно развелся с верой брежневой кстати сама вера недавно подтвердила журналистам что развелась правда подробностей сообщать не стала и отказалась комментировать развод а меладзе тем временем продал их уютное гнездышко в поселке на новой риге особняк площадью 700 квадратов продали за 350 миллионов рублей брата можно понять пропустил свадьбу племянницы потому что сейчас занимается разводом но вот где альбина а ее походу не позвали ведь на свадьбе была мама невесты бывшая жена миладзе ирина сам валерий позировал с молодоженами вместе с ней с кем я запуталась уже в их женах мать и отец поздравляли дочь ее избранника но все мы помним как начинались отношения альбина джанабаева и валерия меладзе он ушел из семьи к певице хотя их роман начался еще задолго до развода ирина и валерий развелись 2014 в то время как еще в 2004 джанабаева родила от него внебрачного сына константина мою мать великолепный век не про то сняли видимо после таких событий ирина не захотела пускать певицу на порог свадьбы своей дочери вот такие страсти сейчас кипят в семье султана султана миладзе но просто сериал клон только по-грузински нет великолепный век все таки больше подходит а мы продолжаем и на очереди у нас пара бывших у которой тоже новая серия семейных разборок павел прилучный агата муцениеца выговорил с первого раза алена соберись актриса подала в суд на актера и хочет взыскать с него алименты на содержание их общих детей предугадать такое развитие событий можно было поскольку недавно агата опубликовала видео в котором назвала мужей не выплачивающих деньги свиньями и сказала что они идут исключительно на нужды детей они на шубы и сумки и призвала всех платить алименты тогда может быть ваши жены пожалеют и подумают ах какого хорошего мужчину я потеряла они каждый раз убеждаться что вы дерьмо спасибо зала актриса интересно чего же там такого произошло у прилучного смуцениеца второй раз выговорил что дело дошло до суда потом выяснилось что в суде агата требует практически треть доходов актера 30 процентов и продолжать платить прилучный должен до 2031 года а когда старшему ребенку исполнится 18 то сумма уменьшится до 25 процентов так себе радость вот такая вот семейная математика павел прилучный получает полмиллиона рублей только за один съемочный день то есть если суд решит в пользу актрисы ему придется отправлять 150 тысяч бывшей жене только за одну рабочую смену а что в итоге неплохо получается я бы еще и сумочку под шумок прикупила и все остальное сейчас по рассказу агаты прилучный дает ей в месяц 200 тысяч рублей на содержание детей этих денег ей не хватает чтобы их одеть а будь и оплатить кружки и школу кстати дети актеров не ходят в обычную школу тимофей и мия учатся в частной школе лидеры в центре москвы и стоимость обучения за год там около 800 тысяч рублей и это только на одного а в школе учатся двое неудивительно что 200 тысяч не хватает полтора ляма в год только на школу а я напомню что недавно у прилучного родился третий ребенок сын микаэль от его новой жены зипюр брутян когда у него появился третий ребенок актер заявил что работать ему приходится в три раза больше конечно с такими-то ценами сейчас еще младший в школу пойдет вообще последние деньги с карточки снимать придется а дальше у всех троих еще институты короче работой паша пока здоровья хватит давайте снимать больше сериалов про эскортниц и мажоров а то у нас тут прилучному семью кормить нечем а мы идем дальше и там у нас ольга серябкина уже давно все обсуждают и копируют новый танец бритни спирс ножами но в нашем шоу-бизнесе нашлась та звезда которая смогла ее переплюнуть и это оля недавно своих соцсетях она презентовала свою новую песню и решила записать сексуальный как она думала танец но вызвала лишь издевки и хейт в комментариях одни были в принципе недовольны хореографии назвали серябкина русской бритни а другие очень оскорбились тем в каком платье была ольга очень откровенно подписчики призвали певицу к морали мол у нее подрастает сын и не гоже танцевать в неглиже а третьих смутилась скажем так литературное решение в новой песне ведь рифма там достаточно тривиальная sweet dreams а я не знала что все за и пушкин писал а потом мы еще тик токером высказываем за их лирические отступления короче я знаю кто будет идеально смотреться в тандеме это бритни спирс и ольга серябкина но тогда ольги и мемуары тоже надо будет выпускать бомбовые что после их выхода стало плохо как минимум елене темниковой или его рук риду давай ольга воплощай свои sweet dreams а мы с вами идем дальше там у нас угадайте кто пара которая развилась еще в период динозавров дмитрий тарасов и ольга бузова вернулись к нам тарабузики со своими разборками оказалось что во время их брака ольга сильно опозорила мужа перед игроками когда явилась встречать его в аэропорт в костюме пингвина что такого нормально дмитрий тарасов очень оскорбился этим вот что он сказал я иду набираю определенный авторитет рядом со мной другие игроки вижу метров 50 стоит рейндж-ровер и оттуда выходит оля в костюме пингвина и идет переваливаясь как он вообще узнал что это воля кстати мне было за свой авторитет страшно вот так друзья оказывается все это время авторитет тарасова подрывал именно пингвин в лице ольги бузовой а что оля она решила поступить как все бывшие выложила недвусмысленную картинку с текстом такое ощущение что в бывшем приходит уведомление она начинает тебя забывать и он начинает действовать не знаю насчет бузовой но уверена что тарасов костюм пингвина точно не забудет но похоже что сейчас его может встретить в аэропорту кое-кто другой костюме судебного пристава на этой неделе выяснилось что тарасов килл риэлторов которые помогали ему продать квартиру и не заплатил им двести пять тысяч рублей кстати это та самая квартира в которой они жили из бузовой вот от пингвина и прилетела ему теперь дмитрий не сможет выехать за границу пока не погасит долг а я предлагаю тебе дима попробовать пройти контроль в костюме пингвина нет нет да сработает лайфхак бывшей жены и тебя не узнают и твой авторитет из-за долгов никто не подорвет а мы идем дальше у кого там еще на этой неделе случились проблемы с налоговой у анастасии волочковой неожиданно правда балерина не подала налоговую декларацию от своего фонда развития русской культуры он что есть волочковой этот фонд поэтому счета организации где волочкова числится руководителем теперь заблокированы но настя судя по всему на это пофиг потому что на этой неделе она занималась совсем другими разборками буха нет не бухал разборками со своим закадычным другом никитой джигурдой а дело было так он изменил своей жене марине анисиной а всю вину скинул на своего директора евгения это как дождите он изменил жене а что директор вместо него ли что анисина поймала своего мужа буквально с поличным а он оправдался что это менеджер пригласил девушку в гости так что вы думаете марина простила никиту а директора в итоге уволили получается что семейная идиллия восторжествовала правда вот таким странным образом каким со своим директором евгением джигурда проработал целых 15 лет походу директор мог приглашать да мне один раз и заступилась за него только сейчас и только волочкова которая записала гневное аудиосообщение другу о том что есть люди которые тебе как семья которые никогда не предадут поэтому евгений теперь будет работать с ней и видимо теперь будет водить настя мужиков и во всем волочкова обвинила жену мол куда она смотрела все эти годы и почему закрывала глаза на измены при всем уважении к они с твоей где она была 10 лет в карагане во французской о вот приключение у евгения от джигурды уйти к волочковой просто бинго флеш рояль не соскучишься а мы продолжаем и там у нас снова певица слова обожаю настюху каждую неделю она ее застолье приносят нам инфоповоды мне кажется ей вообще никакой пиарщик не нужен как сделать так что по тебе все писали сутки просто сесть за стол лечь кровать открыть бутылочку и открыть рот на этот раз в ночи вектор ненависти славы указал на ксению собчак по мнению насти собчак позволяет себе слишком смелые высказывания и все потому что у нее связи а она слава никогда в жизни ничего ни у кого не просила и продвигалась сама все это так возмутило славу что в конце собчак было просто послана на три буквы и чё на муж пить обо всем на свете пошатый на всю же удивительно но через несколько минут видео было удалено но интернет как говорится помнит все не всегда было интересно вот слова сама удаляет эти stories свои самые забойные ролики или это делает ее менеджер который наверняка уже сидит на жестких успокоительных не удергается глаз в общем все закончилось хорошо слава передумала и выложила следующее видео в котором она заявила что у нее в номере шашлычный дом да кто-то же шашлык просто шашлычный дом следующих выпусках я предлагаю завести регулярную рубрику как провела ночь певица слава думаю там будет еще много интересного на долгие годы тем более что на днях славу угостили каким-то ядреным самогоном теперь посмотрим что она выложит после этого а мы идем дальше и давайте узнаем как у нас там дела в пластическом скандале успеешь забыла удивительно но его главный участник тимур хайдаров слава и люба успенская пока молчат видимо готовятся к новой главе и собирают компроматы друг на друга но теперь включились новые герои и на этот раз скандал прокомментировала маша распутина певица осудила всех звезд кто делает пластику и заявила что у нее и свой хороший бюст и никакие операции не нужны и губы конечно натуральный в сибири у всех таки а с теми знаменитостями кто ходит с перетянутыми лицами ей даже противно разговаривать и хочется отвернуться вот так тяжело маши распутиной в нашем шоу-бизнесе где каждый первый что-нибудь себе да переделал а как там у нас поживает так кто не против натянуть лицо я про викторию баню если в прошлом выпуске она докапывалась до своих друзей звезд и спрашивала как она выглядит то сейчас начала спрашивать и обычных людей возможности увидеть свое новое лицо баня щедро одарила сотрудницу пограничного контроля спросила как она выглядит и несчастная девушка видимо не знаю какие слова подобрать ответила нормальная а я в очередной раз приглашаю вику к себе в студию вот и посмотрим нормально или нет тем временем среди претендентов на пластическую операцию появилась новая звезда регина тодоренко ведущая которой 33 года пожаловалась в соцсетях на морщины и призналась что ей очень страшно стареть господи так и представила регину через 10 лет которая скажет ребята скоро смерть хочу умереть красивой пойду жопу качну так вот по словам регины из-за частых съемок в гриме у нее появилось очень много морщин и теперь как она думает ей придется подшивать лоб старость наступает слишком быстро что делать ну что теперь ждем следующую сагу с преображением только теперь от регины тодоренко да и вообще никто не молодеет давайте все дружно натянем лица а маша распутина будет ходить и креститься на каждом шагу и напоследок у нас день прощения бывшего что за праздник такой который был на этой неделе 17 октября и лучше всех этот праздник отметила айза лилуна ай вы не поверите но после стольких новостей разводов примирений скандалов интриг которые мы с вами обсуждали неделями она помирилась с гуфом и не только с ним но и со своим вторым мужем серфером димой это который сидел в тюряге балийской и помирилась не только она но и они сами между собой помирились и теперь айза публикует фотки с бали уже с двумя бывшими в обнимку ребята вот это уровень сегодня в моих новостях тоже было много бывших поэтому раз пошла такая пьянка давайте все вместе их простим бывшие простите нас и тут серябкина должна запеть бывшие всегда за спиной говорят плохо а мне так а у меня на этом все спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца не забывайте как всегда ставить лайки и подписываться на канал а также делиться этим выпуском с друзьями с вами была я алена блин всем пока не болейте а Субтитры сделал DimaTorzok